Болезни гортензии – желтеют или чернеют, сохнут листья. При выращивании любых цветочных культур, в том числе и гортензий, нередко приходится сталкиваться с такими проблемами, как заболевания и вредители. Чаще всего причина их появления – это неправильный уход. К счастью, если своевременно обнаружить проблему, можно успешно решить ее. Болезни гортензии метельчатой. Болезни гортензии могут быть различного происхождения. Грибки, вирусы и бактерии – главные факторы, которые провоцируют их появление. Лечение зависит от того, что стало причиной возникновения. Сложнее всего точно определить заболевание, поскольку симптомы часто бывают похожи. Гортензия при правильном уходе не будет болеть. Вирус кольцевой пятнистости. Вирус у гортензии метельчатой является самым распространенным заболеванием. Болезнь развивается постепенно и приводит к деформации листа. Сперва на листьях появляются мелкие коричневые пятна с расплывчатыми краями. Затем они высушивают листву, что приводит к последующей деформации. При кольцевой пятнистости куст не цветет или цветение очень слабое. Лечению кольцевая пятнистость не подается. Единственное условие предотвратить болезнь – тщательно выбирать саженцы. Белая пятнистость – септериоз. Характерный признак септериоза – появление темных пятен на молодых и старых листьях, диаметром до 6 мм. Постепенно листья становятся пожелтелыми и опадают. Если не начать бороться с причиной белой пятнистости, вся листва постепенно опадет и куст погибнет. К сведению, в последней стадии болезни пятнами покрываются даже побеги. Борьба с септериозом включает в себя радикальные методы. Все поврежденные части куста обрезают. Сам куст опрыскивают препаратами на основе меди. Чтобы не дать листве засохнуть, кустарник обрабатывают оксихлоридом меди или медным купоросом. Ржавчина. Заболевание сопровождается пожелтением листка с верхней и нижней стороны. На бутонах появляется ржавый налет. Причинами появления ржавчины является запущенность посадок или перенасыщенность почвы азотом. Что делать, если у гортензии желтеют листья? 40 граммов хлорокисиди меди развести в 10 литрах воды и олученным раствором опрыскать куст. Применить препараты топаз, фалькон или ордан. Важно! Если причина в запущенности посадок, растения нужно рассадить подальше друг от друга. Ржавчина поражает бутоны и листья. Серая и белая гниль. Белая и серая гниль – это одни из самых часто встречающихся заболеваний у садовой гортензии. Причина возникновения – грибок, который проникает в почву, а затем через корневую систему в само растение. В случае с белой гнилью сначала появляются белые пятна на листьях. Также листва покрываются налетом, вместо которого потом образуются черные вкрапления. Но самый главный признак – это почерневшие побеги. При серой гниле листочки становятся водянистыми. Если же на улице затяжная дождливая погода, на них появляется еще беловатый пушок как от плесени. Как лечить кустарник от серой и белой гнили? Для того, чтобы уничтожить грибок, кусты опрыскивают фунгицеидами. Эффективны препараты фундазол, фитоспорин, хом. Через две недели после первого опрыскивания процедуру повторяют. Если заболел комнатный цветок, для лечения используют чисто цейрет и скор. После первой обработки проводится второе опрыскивание. Серая и белая гниль хорошо подаются лечению. Железный хлороз. Определить хлороз можно по нескольким признакам. Листва становятся светло-желтой. Прожилки продолжают оставаться зелеными. Бутоны формируются мелкими, а листья приобретают деформированную форму. Причина появления хлороза – недостаток железа в грунте. Вылечить хлороз достаточно легко. Нужно вносить легко усвояемое железо в грунт, например, антихлороз. Препарат разводят в воде и вносят как корневую подкормку. Через 15 суток повторяют процедуру. Железный хлороз на гортензии. Вместо антихлороза также подойдет форовит. Либо можно взять 2 грамма железного купороса и небольшое количество лимонного сока, развести их в 1 литре воды. Раствором опрыскать листву. Важно, чаще всего хлороз проявляется весной. Почему у гортензии желтеют и вянут листья? Если листья начали засыхать и желтеть, не всегда причина в каких-либо заболеваниях. Очень часто проблемы возникают из-за неправильно организованного ухода. Неправильные условия содержания. Некачественный уход. А также нарушение условий содержания цветка часто становятся причинами появления вредителей и заболеваний. Это касается в первую очередь домашних гортензий. На что стоит обратить внимание при выращивании гортензии в домашних условиях? Полив. Минеральные и органические подкормки. Выбор. Место для горшка. Освещение. Комнатная гортензия относится к неприхотливым растениям, поэтому соблюдать все рекомендации по ее выращиванию будет нетрудно. Переизбыток влаги. Одна из главных причин, почему у гортензии желтеют листья, это переизбыток влаги в почве. Поливать куст нужно по мере необходимости теплой водой утром или днем. Внимание. Орошение почвы вечером приводит к возникновению грибковых и бактериальных заболеваний, так как температура ночью понижается на несколько градусов и растение переохлаждается. Часто и сквозняки. Сквозняки не лучшим образом сказываются на здоровье комнатной гортензии, особенно по вечерам, когда температура в комнате понижается и без того. Хуже всего, если цветок будет стоять на сквозняке после полива. Недостаток минеральных веществ. Причина, по которой у гортензии сохнут края листьев, это нехватка питательных веществ в грунте. Это касается как домашних растений, так и тех кустов, которые растут на улице. Основные минералы, в которых нуждается кустарник, азот, фосфор и калий. Если у гортензии чернеют и сохнут листья, значит кусту не хватает калия. Важно, при внесении калия в почву нельзя посыпать грунт древесной золой. Зола нейтрализует калий, потому какого толка от той подкормки не будет. Куст может начать болеть хлорозом, если в почве не хватает кислоты. В этом случае грунт можно поливать лимонным соком, разведенным в воде или медным купоросом, 5 граммов купороса на 5 литров воды. Обильное цветение, как ни странно, но листья у растения могут высохнуть из-за обильного цветения. Связано это с тем, что на образование соцветить требуется большое количество питательных веществ. Во время цветения все ценные компоненты уходят именно на это. Сам куст при этом испытывает недостаток удобрений, из-за чего зеленые листья становятся желтыми. Такая проблема чаще всего встречается в июне, когда бутоны только начинают закладываться. Обильное цветение гортензии. Болезни гортензии крупнолистной, как древовидная гортензия, крупнолистая также нередко страдает от заболеваний. Причин, почему у гортензии сохнут листья по краям, может быть множество. Нередко заболевания появляются из-за насекомых, например, клещей. Главное вовремя их заметить и начать лечение. Поражение мучнистой росой. Мучнистая роса может появиться из-за частых внесений азотистых удобрений и недостаточных поливов. Чаще всего она поражает молодые растения. На листьях появляется белый налет, похожий на паутинный. Затем листва начинает вянуть и опадает. Если не предпринять попыток лечения, куст скинет все листья, а молодые побеги начнут съеживаться. Зиму кустарник не переживет. Как реанимировать гортензию? Все больные части растения обрезать и сжечь. Обработать препаратами фитоспорин были топаз. С мучнистой росой помогают справиться народные методы. В 4 литрах теплой воды растворить 2 СТ, Л, пищевой соды и добавить 2 часа Л, жидкого мыла. Раствор тщательно перемешать и опрыскать кустарник. Обработка проводится курсами с перерывом в неделю. Для устранения болезни достаточно будет 5-6 обработок. Фунгициды можно использовать только раз в год. Частая обработка препаратами этой группы приводит к тому, что у грибка вырабатывается иммунитет и вылечить его уже сложнее. Мучнистая роса неплохо удаляется народными средствами. Кольцевая пятнистость Кольцевая пятнистость характеризуется тем, что на листве появляются небольшие пятнышки в форме колец, диаметром до 2 см. Края у них расплывчатые. Со временем листки могут пожелтеть и опасть. Из-за кольцевой пятнистости бутонов образуется очень мало. Кустарник практически не цветет. К сожалению, данное заболевание не подается лечению. Больной куст придется выкапывать и сжигать. Единственный способ предотвратить кольцевую пятнистость, как можно тщательнее подходить к выбору саженца. Аскохитозная пятнистость Аскохитозная пятнистость характеризуется тем, что на листьях образуются красные или бурые пятна, а кончик листка желтеет. Форма у пятен, как правило, неопределенная. Аскохитозная пятнистость проявляется бурыми пятнами. Лечение аскохитоза зависит от того, на какой стадии роста гортензии он проявился. Если первые признаки обнаружены до распускания листьев, кустарник обрабатывают бордоской жидкостью. Но перед этим пораженные части обрезают и сжигают. Борьба с болезнями гортензии и их своевременное лечение, это неотъемлемая часть цветоводства. Правильный уход, регулярное внесение удобрений, тщательный подбор саженцев, всему этому нужно уделять максимум внимания, чтобы потом не пришлось лечить гортензию.